шалом дорогие друзья продолжаем с вами говорить об мессианской апологетике и в этом уроке мы с вами коснемся 5 пункта праздники то есть мы поговорим о том что праздники являются неотъемлемой частью еврейского народа и то что принято называть праздниками ветхого завета или еврейскими праздниками на самом деле эти праздники являются библейскими праздниками и мы говорим о тех праздниках которые установлены Богом, как вечное установление, и Бог повелел праздновать эти праздники, потому что только в них мы можем увидеть пророчество о Мессии. Многие люди сегодня считают, что эти праздники отжили свое, и они не являются актуальными только лишь потому, что не понимают, как их праздновать и почему их вообще нужно праздновать. На самом деле эти праздники во всей полноте открывают нам информацию о Божьем Сыне, о Мессии, и в этих праздниках исполняется, ну вот как в Пантомиме, показано что ли, исполнение всех тех пророчеств, которые направлены на Мессию. Когда мы совершаем свои праздники, мы утверждаем Слово Бога на этой земле, и точно так же, как верующие в Яшуа принимают причастие, и этим действием исповедуют свою принадлежность к телу Мессии, также мы, празднуя библейские праздники, действием исповедуем свою принадлежность к Богу и к этим пророчествам, сказанным о Божьем Сыне. Дело в том, что для нас, мессианских евреев, исполнение праздников – это вопрос послушания Богу, и не меньше и не больше. Мы уже сказали в предыдущем занятии, что евреи, как первосвященники, были избраны для этого служения, и я хочу показать на примере праздника Суккот, как осуществлялось глобально служение еврейского народа, как первосвященников, в отношении к другим народам. Если мы откроем с вами книгу «Бытие», 10 глава, с 5 стиха, мы увидим Толидот, мы увидим родословие, и там написано, что от этих людей населились все острова, земли, и земля вся была населена. Дальше идет перечисление имен. Если вы внимательно почитаете, вы насчитаете там 70 имен, другими словами, 70 народов основных по священному писанию населяют планету Земля. Безусловно, внутри этих племен или внутри этих народов есть уже как бы градации, разновидности, но вот основных Библия выделяет 70 имен, которые являются 70 основными народами, живущими на Земле. И в праздник Суккот происходило следующее. Я хочу сейчас зачитать вам отрывок из книги «Числа», 29 глава, с 12 стиха «И в пятнадцатый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание, никакой работы не работайте и празднуйте праздник Господень 7 дней. «И приносите всесожжение жертву приятное благоухание Господу, 13 тельцов, двух овнов, 14 однолетних агнцев без порока, пусть будут они, и при них приношение хлебной пшеничной муки, смешанной с елеем, 3 десятых части ефы на каждого из 13 тельцов, 2 десятых части ефы на каждого из двух овнов, и по десятой части ефы на каждого из 14 агнцев и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжение постоянного и хлебного приношения его и возлияния его. И во второй день 12 тельцов, двух овнов, 14 однолетних агнцев без порока, при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу, и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжение постоянного и хлебного приношения и возлияния их. И в третий день 11 тельцов, двух овнов, 14 однолетних агнцев и так далее. 23 стих, в четвертый день 10 тельцов, 26 стих и в пятый день 9 тельцов, количество овнов, агнцев остается неизменным, меняется только количество тельцов. В шестой день 8 тельцов, 29 стих, 32 стих, в седьмой день 7 тельцов и 35 стих, в восьмой день, пусть будет у вас отдание праздника, никакой работы не работайте и приносите всесожжение жертву, приятное благоухание Господу, одного тельца, одного овна, 7 однолетних агнцев без порока и при них приношение хлебное. Мы видим, что в последний день резко меняется количество тельцов. В первый день 13, второй день 12 и так далее. И так 7 дней. Мы знаем по писанию 7 это число полноты. Количество агнцев мы можем просто сравнить. В везде приносилось 2 овна и 14 агнцев, а в восьмой день вместе с одним тельцом приносится 1 овен и 7 однолетних агнцев. То есть количество дополнительных жертв уменьшается в два раза, а тельцы с 7 как бы происходит скачок на одного тельца. В чем тут момент? Если вы посчитаете количество всех тельцов, которые приносились в суккот, то вы насчитаете за 7 дней 70 быков. К слову хочу сказать, когда в синодальном переводе используется слово по поводу жертвы, вот да, быки или тельцы, это все корректно, но там где написано валы, валы, валов, во все сожде, тысячу валов, там да вот, а Соломон принес, в других местах мы видим. Дело в том, что валов вообще нельзя было приносить по закону. Здесь мы видим как бы издержки, видимо, перевода, потому что мы знаем, вол это кастрированный бык, которого просто совершали вот это действие, для того, чтобы усмирить его нрав, чтобы на нем можно было пахать, возить и так далее. Но исходя из Торы, такой бык считался неполноценным, и он не мог быть принесен ни во всесожжение, ни в любую другую жертву. Поэтому, когда вы будете читать слово валов, знайте, что в оригинале, в еврейском языке, там стоит слово бакар, то есть это бык полноценный, без каких-либо недостатков. Так вот, 70 народов, 70 быков. Суккот – это праздник, в который приносилось самое сложное жертвоприношение, самое обильное и самое дорогое. Все эти жертвоприношения покупались на средства израильской общины. Я хочу обратить ваше внимание, что еврейский народ в лице своих священников, совершая жертвы в праздник Суккот, как священники. Основание мы сейчас берем, исход 19, 5, 6. То есть, будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля, и вы будете у меня царством священникам и народом святым. То есть, Бог не просто сказал эти слова, а еврейском народе осуществлялось каждый год в праздник Суккот. Мы знаем, что праздник Суккот – это единственный праздник, который переходит и в вечность, и в тысячелетнем царстве он будет. Смысл этого праздника – что Бог всегда обитает со своим народом. Он вместе с ним находится рядом. И 70 народов, они включают в себя все население планеты Земля. Еврейский народ приносит в течение недели 70 быков за каждый народ по одному быку. Несмотря на то, что еврейский народ подвергался постоянно набегам, завоеваниям, когда мы читаем Писание, мы видим то Ассирия, то Сирия, то Вавилон. Несмотря на это, каждый год, живя в своей земле, еврейский народ продолжает приносить жертвы даже за своих врагов. Почему? Потому что так повелел Бог, осуществляя тем самым свое призвание. И когда наступает восьмой день праздника Суккот, называется он Шмини Ацерет, если перевести это на русский язык, можно было бы сказать, что это восьмой день остановки. И в этот день евреи приносят за себя теперь дополнительно одного быка, одного овна и семь агонцев, козла за грех и так далее, при этом приношение хлебное. Сначала за семьдесят народов, потом за себя. Согласитесь, праздники, которые совершает наш народ, он делает саму позицию этого народа в истории всего человеческого рода достаточно уникальной и как бы важной ролью, предваряя тем самым приход от Мессии. Потому что когда приносят как священники еврейский народ жертвы за все остальные народы, это как бы показывает нам скоро придет Мессия и искупит всех, которые тоже станут и жертвой, и первосвященником одновременно, и царем, и козлом отпущения, и жертвой за грех. В общем, в нем как бы реализуется полностью вся система жертвоприношений танахических и показывает нам полноту образа и жертвы Мессии. Интересно то, что традиция говорит о том, что вот 70 народов, да, 70 быков, а где еще можно найти подтверждение этим вещам. Я хочу зачитать вам один стих, когда Соломон взошел на царство и он построил храм, вторая книга Паралипоминон, четвертая глава, седьмой стих, и сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую сторону. 10 золотых светильников, как им надлежало бы. Мы знаем, что золотой светильник имеет 7 чашечек. Умножьте 10 светильников на 7 чашечек и вы получите 70 лампад, 70 светильников, которые каждая лампада также горела в храме сутки, каждый день. как бы показывая, что жизнь в этом народе горит, теплится, благодаря тому, что совершает служение первосвященников еврейский народ для вот этих всех народов. И 11 минора это был артефакт, это была минора сделана еще Бецалелем или Веселилом русской версии. ее из Мишкана перенесли, из Скини ее перенесли просто в храм и там поставили, где ей положено было быть. Но Писание говорит нам, что Соломон сделал 10 светильников. Вопрос, почему он это сделал? Ответ нам дает традиция, потому что в еврейском народе приносили жертвы за 70 народов. И поэтому Соломон зная эту традицию и зная, что происходит из года в год в Скини дает повеление сделать дополнительно еще 10 светильников, чтобы они символизировали собой все 70 народов. Также было дополнительно сделано 10 хлебов предложения. Это следующий 8 стих. Также были сделаны умывальницы и тележки, на которых все это подкатывалось. Дома вы можете прочитать эту главу и увидеть, что все, то есть традиция в данном случае имеет достаточно веские основания на то, чтобы ей доверять, поскольку в каноне мы видим описание вот этих вещей. Конечно, я сегодня не говорю глобально о праздниках, я пытаюсь просто показать, насколько эти праздники важны и насколько важна была функция еврейского народа в исполнении этих праздников, потому что они как бы наполняли чашу, пока не придет мессия, пока не наступит полнота времен и делали это каждый год неизменно все праздники. В следующем занятии, друзья, мы поговорим с вами о других аспектах этого пятого пункта праздники. На этом мы с вами прощаемся. До новых встреч. Пусть Бог благословит вас. Амин. Субтитры